дорогие друзья с вами студия как шитал today эта серия программ где мы рассказываем о проблемах людей которые к нам обращаются тем самым и информационно помогаем этим людям преодолеть их трудности совсем недавно к нам обратился олег олег живет тайше и у него возникла следующая проблема дело в том что он купил автомобиль но уже 12 лет он не может забрать свой автомобиль обратно дело в том что его авто стало просто напросто фигурантом какого-то уголовного дела которая в конечном итоге закрылась но автомобиль он никак не может вернуть назад специально для этого мы поехали в петропавловск чтобы узнать об этом поподробнее узнать у местных силовиков что же они хотят от этой машины и что они хотят в итоге добиться в общем получается мы находимся это склад временного хранения до это штрафная штрафа штрафная стоянка находимся мы сейчас здесь и нас естественно к автомобилю просто не пускают говорят что якобы уголовное дело в рамках уголовного дела она здесь как вещдок да получается как вещдок вот олег со мной и мы не можем туда просто проникнуть расскажите самого начала эту историю как получилось так что 12 лет вы не можете забрать свою машину ну первоначально я ее приобрел приобрел мне приехали ребята с таможни и сказали что есть подозрение что это который контрабанды груз контрабанда они возбудили уголовное дело забрали у меня автомобиль на свх забрали я когда начал подавать что хотя бы мне дали ее под сохранную расписку меня оставили и у меня был постоянно ответ что это это этот она стоит в качестве вещественного доказательства это вещдок это вещдок и все и больше других у них отмазок не было и как бы все протянулось это так до 95 года в девяносто пятом году не вообще уголовное дело закрыли с 2015 году 2015 году они делали это уголовное дело закрыли вот перевели его в административное производство в административное производство что якобы там какие-то были неуплачены налоги там то все хотя налоги по тем документам по которым она пришла были налоги все оплачены абсолютно когда административные сроки прошли я опять же подавал в суд и у них вышло такое что есть якобы хозяин на украине этот суд вынес такое решение что есть у хозяина украине а я как бы являюсь вообще не кем то что у меня забрали машину то что я там заполнил это понес эти свои потери да я даже не считался и даже не стал со потерпевшим то что мне не мнение ну как это то что я заплатил налоги на это даже никто не обратил внимание всем все равно было есть хозяин якобы на украине хотя есть в материалах уголовного дела это хозяин украины вообще никаких претензий не имеет там единственно получается беда в том что он не снял машину с учета вот она не снята с учета и все у них там там у них там у них на украине там где-то вот ты так вот это все как бы это их проблема же это все какие-то же это не мои проблемы а здесь я не поставил ее на учет я заплатил налоги заплатил все мне буквально завтра ехать ее ставить на учет у меня приехали и забрали и все и вот это дело оно так все длилось и но в шестнадцатом я в семнадцатом в восемнадцатом подавал опять суды мне все говорят есть владелец на украине есть владелец на украине это вот это отмазывает вот решение суда и все по концовке 21 этот вот уже в этом году мне в мае месяце позвонили сказали что появился какой-то хозяин на твою машину люди предупредили потому что есть еще как бы люди на этом свете вот предупредили сказали что этот есть какой-то появился тип я приехал я под написал сразу есть этот сайт электронный я на него написал на это начальник у дэра на его имя написал написал заявление там прошу там пояснить там где машина как что ну что через два дня был поступил звонок за ней какой-то молодой следователь и этот следователь говорит что это вы кто я как тот тот я говорю они это вы можете доказать вообще принадлежность что эта машина ваша я говорю ну как бы у меня в сферокопиях есть говорю документы до сферокопия оригиналы все были изъяты а вы знаете все материалы уголовного дела уничтожены просто уничтожены материал уголовного дела оригинальными документами с оригинальными документами да просто уничтожены это есть подтверждение бумажка это есть да да из бумаги и обратился блин они этот они мне дали бумагу что уничтожены действительно все документы и именно там там написано что материалы и уголовное дело было остановлено это закрыто вообще в пятнадцатом году не то место вот этот ли это эти эти бумаги есть у меня я тогда как бы этот ну куда обращаться они получается отдали дело потом этот дэр дэр отдает дело в милицию городскую милицию да в ту полицию до в городскую полицию дает отдают это дело меня вызывают на допрос я привожу какие вот бумаги ну мне сказали говорит какие-то правоостанавливающие документы и покажите чтоб ну как то этот я привез им документы вот счет справка приобретение было ну тут серокопии потом вот у меня были там тех как его техосмотр до страховка что вот она была сделана машина на меня была страховка потом проплата проплата именно что я оплатил эти налоги и в налоговой базе я являюсь хозяином этого автомобиля вот что он она нам не вроде как числится все вот эти документы привез они города все сомнений у нас как бы нет что это ваша вроде машина все нам надо только провести этот трассологическую экспертизу удостовериться что венкод именно соответствует они сделали трассологическую экспертизу венкод соответствует все хорошо не подвергался никаким вмешательствам всем мне не отдали машину все равно нет они мне отдали наоборот они отдают машину я приезжаю на ней домой я приехал на ней домой все два-три дня поездил приезжает чуть ли не слезно блин нафиг на нас хотят возбуждать уголовное дело прокуратура тут прокуратура на дубы стала почему это вы как бы неправильно выявили хозяина ну что там это уже какие-то там уже их не там термины пошли я так как ну люди вообще ко мне хорошо отнесли я вернул эту машину опять так же назад сказали разберутся сказали все сделают ну вот уже сколько прошло лет вообще изначально изначально все началось двенадцатом году в феврале 2012 года с последнего раза когда забирали машину сколько с последнего раза уже два месяца два месяца уже да да и опять два месяца и делаю бета пишу ходатайство написал ходатайство чтобы меня признали потерпевшим не они признают потерпевшим просто ответ нет без объяснений без ничего нет пишешь прокуратуру они опять же они отписываются это вещественное доказательство короче пока потерпите это вещдок это вещдок я говорю я уже 12 лет это все слышу вещдок 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 в общем ситуация более чем странная с самого начала эту историю подавали сми как успех таможенников в деле борьбы с контрабандой сотрудники департамента таможенного контроля по североказахстанской области обращают внимание автолюбителей что по результатам проверки прошедшей в нашей области участились случаи воза автомобилей не прошедший соответствующее таможенное оформление сотрудниками управления по борьбе с контрабандой вместе с сотрудниками дорожной полиции на протяжении всего этого периода времени проводился определенный совместный анализ в ходе которого были особо обращено внимание на то что на территорию не только нашей области но и на территорию казахстана поступает очень много транспортных средств возимых из стран участниц таможенного союза так за шесть месяцев 2012 года было возбуждено 12 уголовных дел по фактам ввоза на территорию таможенного союза автотранспортных средств не прошедших соответствующее таможенное оформление сумма причиненного ущерба государству в результате их контрабандного ввоза составила более 65 миллионов тенге до решения суда у владельцев изъято 6 автомобилей стоимостью 25 с половиной миллионов тенге возили на территорию республики казахстан дорогостоящие автомобили под видом транспортных средств везенных из государств членов таможенного союза но как выяснилось позже они не в беларуси не в россии на учете не состояли хозяева железных коней якобы завезенных из республики беларусь заплатили только ндс в размере 12 процентов от таможенной стоимости автомобиля тогда как должны были заплатить кроме ндс еще таможенный сбор и таможенную пошлину но по факту прошло какое-то время и дело закрыли за отсутствием состава преступления так уважаемые таможенники где же та самая контрабанда кроме этого мы пытались позвонить в прокуратуру и полицию но они отказались комментировать ссылаясь на то что это уголовное дело сейчас разрешили пройти только хозяину то есть непосредственно олегу и разрешили ему только сфотографировать саму машину в каком она сейчас состоянии нас не пустили сказали нам нельзя вот как-то так в общем олег вы прошли сейчас к машине как она также как и была ну да в том же состоянии который который я сейчас ее поставил не до то состояние которое она была первоначально когда на свх была поставлена она была вообще ну как бы там состояние было гораздо лучше во первых здесь они колесочек были поменяли тогда на свх потом пластмасски ну по немножко по мародерничали ребята на поворовали чуть-чуть сидушки сзади были 7 5 это 6 7 сиденья утащили не тут сейчас здесь стоит не так долго там все таки на 12 лет стоял мы связались с прокурором мы позвонили ему но никакого нет не нашли никакого отлика с его стороны попросили они сделать нам официальный запрос мы обязательно сделаем этот официальный запрос и посмотрим что они ответят будем ждать как говорится их ответа но наше обращение которое сейчас мы делаем это тоже обращение сторону прокуратуры города петропавловск уважаемые прокуроры лично господин нуртазин с которым я разговаривал дайте нам пожалуйста подробный ответ в комментариях под этим под этой публикации что с этой машины не так до каких пор она будет стоять здесь на штрафной стоянке и как скоро она вернется своему хозяин так вот дорогие друзья что хотелось бы мне досказать как бы на уровне слухов из этой истории что нам удалось выяснить от сторонних лиц это то что этих машин всего было 5 1 одну машину из этих пяти машин с такой же историей как и у олега оказывается удалось признать эту сделку действительно и она ушла к хозяину то есть у одной одна машина прецедент есть не было никакого суда просто сделка была действительно и машина ушла остались четыре машины которые вот какое-то время допустим и как у олега 12 лет а вот какое-то время она находились как вещдоки как оказалось по слухам две машины куда-то исчезли куда они исчезли по слухам какие-то люди приходили и выкупали эти машины вот очень мне напоминает это очень всем знакомую схему как она работает все прекрасно знают поэтому мы сейчас ничего утверждать не будем но возможно что та же самая история может приключиться и с олегом поэтому чтобы предостеречь это мы об этом говорим сегодня опять же что вы об этом думаете пишите в комментариях нам очень важно знать ваше мнение с вами был ренат граммов как штатурой всего хорошего